Музей-заповедник родины Ленина празднует большую победу. Сразу три проекта учреждения получили высшие награды на Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Награждение состоялось в Воронеже. Борьбу за призовые места вели 138 проектов из 39 регионов России. Ульяновская область принимала свое участие впервые. Региональный этап конкурса прошел в середине октября в Тольятти. Нам показалось полезным участие в финале, тем более, что одна программа наша вышла в финал, заняв третье место в номинации, а две программы были приглашены к участию в финале как бы вне конкурса. То есть в результате того, что они оказались настолько яркими и неожиданными для экспертов, что они в общем в какой-то степени даже растерялись и программы эти были приглашены в участие в финале. В результате мы заняли два первых места и одно третье. В результате ульяновцы привезли из Воронежа два первых места и одно третье. Пешеходная экскурсия «Мистическая прогулка с Августом Шаде» победила в номинации «Лучший маршрут в городе». Несмотря на то, что прогулка, посвященная симбирскому архитектору, составлялась специально для горожан, заинтересовались ей далеко за пределами области. Восемь архитектурных объектов, 13 остановок и четыре анимационных шутки на два часа погружают гостей в мир Старого Симбирска. Наш маршрут он продвигает по городу. Это «Мистическая прогулка с Августом Шаде». Мы делали ее к 150-летию августа Шаде, показывая лучшие архитектурные творения этого симбирского архитектора, показывая и модерн, и эклектику в нашем городе. Другой проект – анимационная экскурсионная программа «Происшествие на Московской» стала лучшим приключенческим маршрутом. Своеобразный музейный квест предлагает гостям на полтора часа перевоплотиться в детективов и найти пропавший вексель. Так, по словам организаторов, люди смогут проникнуться духом и атмосферой 19 века. У нас есть потрясающий отдел научной исследовательности, который выпустил замечательную книгу. Она так и называется «Прогулки по московски». И вот эта книга, наверное, стала для нас настоящим кладезем, источником знаний, потому что на самом деле потрясающие истории и жизни быта нашего города, нашего симбирского старого квартала, вот этой потрясающей улице Московской, сердце музея и заповедника, мы взяли со страниц этой книги. Еще одна автобусно-пешеходная прогулка «Очарование Старого симбирска» стала призером в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут». Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова